Поскольку Господь не ргуна, то к его трансценентному положению ничего невозможно прилепить и невозможно ничего отобрать. Он абсолютно в совершении закончений. Так Шиладжива Господь объясняет в свой комментарий этот стих. И с другой стороны, поскольку он гунатма, он душа всех качеств, Господь по желанию своих преданных проявляет эти качества для того, чтобы преданные могли наслаждаться взаимоотношениями с ним. Так объясняется одно из переводов слов гунатма, тот, кто проявляет все трансценентные качества для своих преданных. И поэтому, например, в Дамодара Лилии Господь, хотя он самодостаточен, он захотел есть. Хотя он исполнен самодовлетворенностью, он разгневался на мать Ешвода. Хотя он сама дхарма, сама порядочность и благочестие, он стал воровать. И так далее. Хотя он его боится сам страх, он испугался мать Ешвода, убежал. И хотя он бежит быстрее всех, мать Ешвода все-таки его догнала. И хотя он самый большой, снаружи и внутри, вмещающий в себе пространство и время, то, тем не менее, мать Ешвода потребовалась большое, но тем не менее, какое-то конечное время и конечные продолжительности веревки, чтобы его связать, в конце концов. Вот так. Поэтому Господь, с одной стороны, да, он ниргуна и все качества его трансцендентны, но с другой стороны, отвлекаясь на трансцендентное желание служить Кришне в сердцах его преданных, он проявляет трансцендентные же качества, которые не сведущим людям кажутся материальными. И так же Шила Джиганга с вами объясняет этот стих. И Шила Пропада повторяет его объяснение, подчеркивая, что и то, и другое совмещается безупречным образом в духовном мире. Например, в материальном мире любовь и ненависть — это противоположности друг к другу. А там в духовном мире это нет, не так. И ненависть и любовь подчеркивают усилия друг друга. Являются просто двумя гранями одного и того же чувства — бхактии, према-бхактии, которые даже любовью не назвать, потому что это гораздо выше, чем любовь. Именно поэтому према-бхактии проявляется, как все эмоции материальные в духовном мире. Пять основных и семь второстепенных в различных сочетаниях. И Шила Пропад объясняет это на примере Маканчора, который ворует, но делает это так, что он вместе с этим маслом похищает сердца всех премных, которые слушают о его играх. И именно он, несмотря на то, что он во Вриндаване много чем занимался, и воровство масла — это, видимо, еще только самое с материальной точки зрения порядочное вечно. Но Шила Пропады говорил, подчеркивая, как совмещаются эти два аспекта личности Бога Ниргуна и Гунатма, что доказательством того, что Господь Кришна — Бог, в том числе, является то, что когда мы слушаем о его проделках, как мальчика Маканчора, как того, кто похищает потом у Гопи одежды в Астрахара Налила, как убивает демонов, и как он танцует с чужими женами и так далее. Несмотря на то, что все эти поступки кажутся предусудительными с межской точки зрения, люди, которые слушают, они становятся безупречно моральными, безупречно нравственными. И это, кстати, критерий того, что мы правильно слушаем. Шила Пропады говорил, что критерием того, что мы правильно следуем практике предного служения, является то, что сердце наше очищается от всех материальных желаний, которые приводят к предусудительным поступкам и предусудительным желаниям. И поэтому Господа Кришны называют вором. Царь Кулышек называет его особым словом «ты лунтхана ковида». Баба лунтхана ковида означает «ты, Господь, очень опытен ковида в том, чтобы красть у своих преданных не масло, не одежды, даже не сердца, а все материальное существование ты воруешь, у них забираешь, у них это материальное существование так, что преданных даже и не замечает, когда оно исчезает, как опытный вор делает. Он кладет так, чтобы заметили пропажу как можно позже. И вот так Кришна вкроет материальное существование у своих преданных вместе с их сердцами. Субтитры создавал DimaTorzok